Соблюдение правил перевозки детей на особом контроле. Начало нового учебного года традиционно ознаменовано увеличением количества проверочных и профилактических мероприятий у сотрудников ГИБДД. Подробности далее. 248 детей в Свердловской области на сегодняшний день такова статистика детского дорожно-транспортного травматизма. В Новоуральске пострадали два ребенка. Ради пресечения подобных случаев сотрудники госавтоинспекции Новоуральска ведут активную работу, контролируя нарушения среди водителей и напоминая о важных правилах, которые помогут сохранить здоровье вашему чаду. Мы устроили вот такую акцию, которая называется «Пристегнись и улыбнись». Мы проверяем, как дети пристегнуты ремнями безопасности, как они находятся в детских удерживающих устройствах, консультируем родителей, правильно ли они пристегивают детей в детских удерживающих устройствах. Обязательно перевозите ребенка до 7 лет в детском удерживающем устройстве. Пристегивайте ребенка ремнями безопасности именно детского удерживающего устройства, потому что очень много родителей пристегивают детей ремнем безопасности вместе с креслом, что делать категорически нельзя. Но и детей до 12 лет мы перевозим на переднем сидении либо в детском удерживающем устройстве, либо, если ребенку исполнилось 7 лет, его можно перевозить с помощью бустера и ремня безопасности. На заднем сидении можно перевозить ребенка старше 7 лет, пристегнутого штатным ремнем безопасности. Если ребенок с 7 лет перевозится на переднем сидении, его нужно обязательно посадить минимум как на бустер и пристегнуть штатным ремнем безопасности. В этот день к сотрудникам дорожной полиции присоединились участники движения «Родительский патруль». Это активные родители воспитанников детского сада номер 36. На базе детского сада 36 мы организовали объединение родителей, заинтересованных родителей, воспитанников, целями работы которых является привлечение общественности, родителей, детей к проблемам безопасности дорожного движения, к проблеме законопослушного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, а также ответственного отношения родителей к формированию навыков у детей безопасного поведения на дороге. Для воспитанников 36 детского сада и их родителей подобные рейдовые мероприятия не единственные. Работа в направлении безопасности дорожного движения идет на протяжении всего года. Проходит также в течение года огромное количество мероприятий. Это и беседы на очень важные, насущные темы по безопасности дорожного движения с родителями за круглым столом, выход инспекторов ГИБДД на родительские собрания. Огромное количество мероприятий проводится для детей нашего детского сада. Это и праздники, это и беседы с детьми, это мастер-классы, это целевые экскурсии. И буквально из последних таких мероприятий, проводимых в нашем детском саду, это квест, который проводился на территории детского сада, квест по правилам дорожного движения с привлечением ростовых кукол, с музыкальным сопровождением. Конечно, все эти мероприятия оставляют большой след в сердце и в памяти и родителей, и наших воспитанников. Ну а в ходе прошедшего рейда выявлено шесть нарушений правил перевозки детей. Это говорит о том, что не все родители ответственно относятся к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и не перевозят детей в соответствии с правилами безопасности перевозки юных пассажиров. Обращаясь к водителям, хочется напомнить о существовании обязательных правил дорожного движения. Безопасность ребенка зависит прежде всего именно от вас. Валерия Акунева, Павел Сизов, Новорайская обещательная компания.